Не хотелось бы о плохом, но, знаете, мы живем по той поговорке, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Случилась какая-то беда. Вот, например, сегодня верстают сотнями молодых людей, тысячами, из вузов, из числа старшеклассников во всевозможные террористические группировки, в том числе ВИГИЛ. Это наша девушка из Московского знаменитого университета. И многие-многие другие. И у нас недавно проходила конференция в городе Ставрополь. Конференция, которую организовывало Министерство образования. Слава Богу, что помимо наших спецслужб начинает заниматься профилактика среди молодежи и Министерство образования, и другие структуры. Это очень правильно. Так вот, и меня пригласили, и церковь приглашают. Говорят, что очень важна ваша помощь. Но, если будем так говорить откровенно, насколько реально наше воздействие сегодня на образовательные учреждения, на детей, которые там обучаются. 36 часов в 4-м классе основ православной культуры, если еще их выбрали родители. И, может быть, если директор хорошо знает батюшку, и хочет, чтобы батюшка пришел, может быть, на какие-то лекции, беседы приглашает. Но это даже больше в сельской местности. В городах уже это намного сложнее. Некоторые школы говорят, вообще нам священник не нужен. Тем более, если он не имеет светского образования. Ну, и вузы, конечно, так же, мало в каких вузах батюшки читают лекции во внеучебное время, или там, имея светское образование, являются преподавателями. Это редкое сегодня все-таки явление. Так вот, какое же, говорят, давайте вместе будем проводить профилактику среди детей и молодежи в университетах, школах старшеклассников. А какая возможность у нас для этого? Возможно, только лишь, действительно, личная договоренность, личный контакт священника с директором школы или с ректором вуза. Больше ничего. Может быть, какие-то конференции совместные. У нас есть, например, студенческие конференции, когда участвуют семинаристы, и студенты вузов обсуждают какие-то животрепещущие всевозможные темы. Но все равно этого очень мало. Поэтому сегодня мы говорить говорим, а реально сегодня мы работаем, пока еще церковь, в основном в своем определенном кругу, границах. А эти границы, что храм, воскресная школа. Сколько в воскресной школе учатся детей в процентном отношении? 0,001 десятая от количества школьников и молодежи наших вузов и школ. Поэтому, если общество, понимая огромную проблему, перед которой сегодня стоит весь мир, и террористическую проблему, и бездуховность, страшная безнравственность и многое другое, так вот общество, если в виде эту проблему хочет, чтобы церковь помогала, нам нужно создавать условия определенные. 27 июля в правительстве Ставропольского края начала свою работу Всероссийская научно-практическая конференция по борьбе с терроризмом. Активное участие в ее работе принял митрополит Ставропольский и неминомысский Кирилл. Перед началом мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой члены президиума говорили об актуальности сегодняшней встречи. Та обстановка, которая в мире на сегодняшний день, она дает все основания говорить о том, что вопросы, связанные с противодействием экстремизму и терроризму, они актуальны. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, в террористических организациях присутствуют и граждане Российской Федерации. Независимо от субъектов, которым они, выросли, обучились. Почему Ставропольский край? Да потому что здесь граница, потому что здесь есть реальная возможность влиять на те процессы, о которых мы говорим, более активно, чем в другом субъекте. Всего в этой конференции приняли участие около 500 человек из 35 субъектов Российской Федерации. Сотрудники Министерства образования и науки, представители органов власти, правоохранительные органы, ректоры высших учебных заведений и духовенства обсуждали роль образования, науки, культуры и СМИ в обеспечении национальной безопасности и противодействия экстремизма, а также терроризма среди молодежи. Перед собравшимися с докладом выступил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В своем выступлении владыка подчеркнул, что сегодня необходимо обратить пристальное внимание на межрелигиозное сотрудничество в противодействии идеологии терроризма. Митрополит Кирилл обратил особое внимание на то, что именно религиозное образование должно помочь человеку понять смысл его жизни, а также важность и необходимость наших традиций. Борьбу с терроризмом должны вести не только военные и южные службы, но и простые люди, которые через образование, культуру и самое главное через молитву, через повышение уровня своей религиозности могут преодолеть эту страшную напасть нынешнего века. Необходимо показать нашей молодежи пример добра соседства и взаимного уважения различных культур, научить ее видеть соседей своего ближнего, какой бы веры на национальности или социального статуса он не был. Работа конференции продолжилась на следующий день в главном корпусе Ставропольского государственного педагогического института. Итогом двухдневной работы станет резолюция и методические рекомендации, которые будут содержать материалы по профилактике информационных угроз для общества и разработки программ по эффективному формированию антитеррористического поведения молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин